У нас помещается двое сверху поменьше и старшее внизу. Размер комнаты 2,20 на 2,50. В небольшой квартире в доме, который не ремонтировался много лет, семья Гамгтян и Утица в шестером. Один письменный стол делят между собой четыре ребенка. Уроки делают по очереди. Эта семья одной из первых в Сочи стала участницей программы поддержки многодетных семей и скоро начнет строиться на своем участке. Чтобы получить землю, выстаивали очереди. Ждали, когда откроется резервирование участков, утвержденных городским собранием для многодетных. Там была живая очередь. И если ты пропустил, то ты не получил. Мой муж отсутствовал дома практически неделю. Приезжал так повидать нас и обратно в эту очередь. Теперь все стало проще. На землю могут претендовать все многодетные семьи, которые ранее не получали от государства участки. При этом мать или отец должны иметь сочинскую прописку с пятилетней регистрацией. Нужно просто встать на учет и ждать своей очереди. Оформление проходит в МФЦ. На публичной кадастровой карте по соответствующему кадастровому номеру, который опубликован, можно найти местоположение, съездить, посмотреть, определиться, какой нравится больше, какой меньше. И, соответственно, подать заявление потом на вполне конкретный участок, который ты уже увидел. Есть такое у геодезистов выражение «в натуре». Все площади выдаются только после постановки на кадастровый учет и регистрации административного адреса. Расходы на эти процедуры берет на себя город. Помогают и с определением границ участка. Мать четырех детей, Светлана Башкова, получила землю в центре поселка Вардане. Ранее ей выделяли другую территорию, на окраине поселка, вошедшую в программу строительства дорог. Так что участок ей поменяли. Администрация пообещала тоже сделать, у кого было разрешение на строительство, у нас было разрешение на строительство на те участки, сделать также бесплатно нам разрешение на новые участки. Потому что это целая кипа документов. Очень много беготни было, конечно, там же разрешение и водоканала, и энергосбыта. Подходящих земель в Сочи немного, ведь большую часть территории курорта занимают горы и предгорье. Эти площади подвержены оползням и подтоплением, и строиться на них нельзя. Выход нашли. Администрация курорта полтора года потратила на то, чтобы подходящие для застройки федеральные площади перевести в муниципальную собственность. Это позволило сформировать дополнительно еще более ста участков. Сотни многодетных семей уже получили земельные участки Ваше, Дагомысе, Кудепсте, Верхней Николаевке или Варданы. Размер выделяемой земли должен быть минимум шесть соток. Этого достаточно, чтобы построить дом, разбить сад или огород. В своей очереди ждут еще более двух тысяч семей. До конца года в Сочи собираются утвердить еще около 150 участков в селе Верхней Николаевском и в Кудепсте. В новых микрорайонах планируют построить детские игровые площадки и пункты первой медицинской помощи.